Если у вас свободная квартира, то вы имеете возможность получать прибыль от ее сдачи в аренду. Сегодняшний уровень арендной платы позволяет хозяину жилья получать неплохой дополнительный доход. Есть только одна, так сказать, неприятность. С этих доходов следует платить налог в любых случаях, также в случае обратившейся к нам рещанки. Алгоритм действий достаточно прост. Для того, чтобы осуществлять деятельность по сдаче жилья в наем на длительный период, физическим лицам необходимо до начала деятельности, во-первых, заключить в письменном виде договор найма, во-вторых, зарегистрировать его в местном исполнительном или распорядительном органе, и, в-третьих, уплатить подоходный налог. Уплатить подоходный налог можно двумя способами. Или за весь календарный год сразу, или же помесячно, не позднее первого числа каждого месяца. Конкретный размер ставок налога определяется областными советами депутатов. С марта 2016 года по городу Бресту она составляет 240 тысяч белорусских рублей за каждую сдаваемую комнату. То есть гражданин, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, без введения учета доходов и предоставления налоговых деклараций, имеет возможность вполне легально пополнять свой кошелек весьма приличной суммой. Но важно знать один нюанс. Если человек желает сдавать жилое помещение для краткосрочного проживания или, как говорят, на сутки, то эта деятельность уже является предпринимательской, что требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты налога в соответствии с законодательством. Следует обратить внимание, если сумма дохода за 2016 год превысит 49 миллионов 470 тысяч, то физическим лицам необходимо будет до 1 марта 2017 года подать декларацию по подоходному налогу и не позднее, 15 мая 2017 года, уплатить подоходный налог по ставке 13%. Итак, резюмируем. Заключив договор с квартиросъемщиков и уплатив в казну государства всего 240 тысяч за одну комнату, вы можете не бояться каких-либо проверок. За уклонение от уплаты налога законодательством определены штрафные санкции в размере 15% от неуплаченной суммы. Кроме того, в полном размере взыскивается неуплаченная сумма налога. Поэтому, чтобы вместо прибыли не получить убыток в виде штрафных санкций, сдавая квартиру в наем, заключите договор и уплатите налог. Продолжение следует...